Город нефтехимиков готовится встретить летнюю оздоровительную кампанию. В этом сезоне при городских площадках в образовательных учреждениях провести время с пользой смогут более двух тысяч детей. Помимо этого, сотни девчонок и мальчишек отдохнут в загородных лагерях, а подросткам предоставят возможность заработать. Подробнее о том, как будет организован досуг для юных ангарчан в сюжете Оксаны Крикуновой. Пожалуй, еще с советского пионерского прошлого особой популярностью летом у ребят пользуются загородные лагеря. В эти каникулы юных ангарчан ждут увлекательные смены в шести здоровительных учреждениях. Это Звездный, Персей, Лукоморье, Юбилейный, Здоровье и Спортивный комплекс Училища Олимпийского резерва. И важно, что те, кто нуждаются в особом внимании, получат бесплатные путевки. Так, благодаря средствам областного бюджета, устроить незабываемый отдых для своих детей смогут почти 600 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Именно там дети учатся коммуницировать друг с другом. У них появляются новые друзья, новые интересы. В городе, по словам представителей местной администрации, детям тоже скучать не придется. Весело провести время они смогут в так называемых лагерях дневного пребывания. Кстати, вместе с долгожданным отдыхом ребята получат здесь новые знания и навыки. Работу площадки начнут 5 июня и за время каникул смогут принять более 2000 человек. Во многих из них уже не первый год практикуют тематические смены. В год семьи мероприятия здесь будут посвящены сохранению традиционных ценностей и патриотическому воспитанию. Во дворах будут организованы также летние площадки, где ребята смогут принять участие в различных мероприятиях, которые будет организовывать управление культурой. Что касается занятиям спорта, то каждый день управление по физической культуре и спорта будут организовывать дворовые различные соревнования для тех детей, кто будет принимать активное участие. Что же касается подростков, которые летом желают заработать на карманные расходы, им планируют предоставить более 600 временных вакансий в образовательных заведениях. За материальное вознаграждение ребята займутся подготовкой учреждений к новому учебному году и благоустройством пришкольных территорий. Найти работу несовершеннолетние могут и на единой цифровой платформе «Работа в России». Оксана Крикунова, Антон Бархатов. Местное время.